Куда вложить свои деньги, чтобы их сохранить и не потерять? В данном видео я отвечу на этот вопрос для вас максимально подробно. В предыдущем видео мы с вами разобрали вопрос, куда вложить свои деньги, чтобы их приумножить и заработать на этом неплохо от 50 до 150% годовых. А в этом видео я максимально подробно отвечу на вопрос, куда вы можете вложить свои деньги сегодня, чтобы их сохранить и не потерять. Это вам может понадобиться в период нестабильности финансовой либо экономической системы, в период, когда вы предполагаете, что тот инструмент, либо та валюта, в которой вы сегодня храните свои деньги, может быть подвержена дефляции, либо обесцениванию. И вы хотите эти деньги во что-то перевести, либо во что-то их такое вложить, чтобы хотя бы не потерять. О приумножении речи особо не идет, но главное для вас это сохранить. У вас есть, к примеру, сегодня миллион, либо пять миллионов долларов, либо полмиллиона долларов, либо даже сто тысяч долларов, но вы хотите их сохранить. Вот это основная ваша задача. Итак, в этом видео я вам расскажу об основных инструментах, в которые вы можете вложить свои деньги, либо перевести их и сохранить. Первый инструмент, который вам стоит рассмотреть и который я рассматриваю, это все-таки потребительские товары. То есть те товары и услуги, которыми вы пользуетесь буквально каждый день, каждую неделю и которые пользуются спросом, у которых высокая ликвидность и цена, на которые поднимаются чуть ли не каждый день. Что это за потребительские товары? Ну, во-первых, это продукты питания, то, чем вы пользуетесь. Варианты здесь можно рассматривать разные. Инвестирование в продукты питания. Это может быть бизнес по производству продуктов питания. Это может быть бизнес по купле-продаже, точнее по перепродаже продуктов питания, по переработке этих продуктов питания. Это может быть просто там купить продуктов питания, потом их продать в нужный момент времени и так далее. То есть я вам даю только общее направление. То есть рынок продуктов питания. То есть это максимально прибыльный и интересный рынок, потому что люди всегда ели и будут есть. Этот товар пользуются регулярно спросом. И что бы ни случилось в нашем мире, вы всегда сможете продать эту еду. В какой бы форме она у вас не была, потому что люди всегда ели, едят и будут кушать. Вот первое. Рынок продуктов питания. Второе, что вы можете рассматривать, это рынок топливный, либо, скажем так, энергоносителей. Это может быть, но опять же, то, чем вы пользуетесь каждый день. Это электричество, это бензин, это дизель, это батарейки там зарядные, это что там может быть, может быть, керосин, что-то еще. То есть рынок энергоносителей. Можно здесь подумать и придумать еще порядка 50 наименований различных энергоносителей, которыми люди пользуются сегодня и которыми они будут пользоваться через год, через два, через пять лет. Коммунальные услуги, обратите внимание, дорожают каждый год. У кого-то даже каждый месяц. Что коммунальные услуги себя включают? Это электричество, это отопление, это газ, это вода. Вот вам сразу четыре инструмента, в которые вы можете вложить свои деньги и как минимум не потерять. Опять же, рынок воды, допустим, да, вот я назвал так вода. Это может быть, конечно, просто купить воду там где-то, запастись пресной водой, скажем так, в нужный момент, а в другой момент ее продать. Это может быть бизнес по производству пресной воды и по ее продаже. Это может быть еще какой-то там смежный бизнес, связанный с водой и так далее. Газ, к примеру, нефтепродукты, да, опять же, бензин, там, дизель, пропан. Этим тоже люди пользуются каждый день и эти виды топлива тоже дорожают у кого-то каждый месяц, у кого-то каждый год. То есть эти вещи, они будут дорожать ровно настолько, насколько будет инфляция. И плюс этих вещей в том, что они очень ликвидные, плюс их в том, что они все время росли и будут расти в цене до тех пор, пока не произойдут в нашем мире очень большие изменения. Пока их, конечно, не предвидится, но ближайшие 5-10 лет эти инструменты все будут ликвидными, будут пользоваться спросом и их с ними можно абсолютно свободно работать. Далее, что это может быть? Ну, к примеру, опять же, задаемся вопросом, чем люди пользуются каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Это может быть одежда, средства безопасности, средства защиты. То есть все это жизненно необходимые вещи для людей. И при любых условиях они их будут покупать. Как бы ни было плохо на улице, либо плохо там в стране, вам все время нужна будет одежда. Старая одежда будет рваться, вам нужно будет новую покупать. Соответственно, рынок одежды тоже есть смысл рассматривать. Производство одежды, добыча сырья для одежды, продажа одежды, либо что-то в этом роде. Рынок медикаментов. Лекарства тоже дорожают из года в год. И как бы вам плохо не было, сколько бы у вас мало денег не осталось, вы все равно пойдете на последние деньги, возьмете лекарства в аптеке, потому что здоровье для многих людей важнее всего остального. И как говорят, уж то, что, а на здоровье денег жалеть нельзя. И вот пока у наших людей это убеждение есть в голове, этим тоже можно и нужно пользоваться. То есть как бы ни было тебе плохо, ты все равно пойдешь и купишь то лекарство, которое тебе необходимо. Иначе ты просто умрешь. Поэтому рынок медикаментов, рынок здоровья тоже есть смысл рассматривать. Это может быть просто закупка определенными видами лекарств, а потом их перепродажа. Это может быть опять же производство каких-то лекарств. Это может быть какой-то смежный бизнес по купле, доставке, продаже медикаментов и так далее. Ну и последний вариант, я думаю, достаточно назвал уже вариантов, это, к примеру, стройматериалы. То есть тоже очень интересный инструмент. Не скажу, что он такой, настолько интересный, как, допустим, продукты питания, либо топливо. Но стройматериалы тоже неплохой инструмент для инвестирования. Потому что многие стройматериалы, ну не многие, а некоторые стройматериалы, они вообще не подлежат порче. Эти материалы ежегодно пользуются спросом, потому что при любой стройке они востребованы. И точно так же их можно прикупить в определенном объеме, как самый простой вариант, а потом в нужный момент тебе продать. То есть вот я назвал порядка пяти инструментов для инвестирования, в которые ты можешь вложить свои деньги и сохранить. Основные критерии выбора инструмента для сохранения своих денег. Ты должен понимать, что этот инструмент должен быть ликвиден. То есть в любой момент времени ты можешь его продать, значит он должен поливаться хорошим спросом продукты питания, топливо, бензин. То есть это максимально ликвидные товары. Ими люди пользуются каждый день, каждую неделю, регулярно. И продать тебе это топливо или эти продукты особо не составит труда. Пошел на оптовую точку, договорился с ними, что тебе нужно купить, либо что тебе нужно продать, скинул немножко цену ниже рыночной, и без проблем ты можешь это реализовать. Да, конечно, здесь нужно решить вопросы с хранением этих продуктов, с правильным причем хранением, чтобы они не испортились. Топливо аналогичная ситуация. То есть тоже нужно решать вопрос с хранением, с доставкой и так далее. То есть да, есть свои минусы, но есть и свои плюсы, о которых я уже сказал. Вот в любом из этих инструментов, которые я тебе назвал, реально сохранить свои деньги, реально их не потерять, но подходить, опять же, к каждому инструменту нужно грамотно, с головой. То есть не так, что раз-два и готово, а нужно тщательно подойти, проработать все нюансы, проработать все недостатки этого инструмента, продумать заранее, как ты будешь покупать, допустим, где хранить, кому продавать. Вот эти все моменты, конечно, нужно продумывать заранее. 30% годовых в каждом из этих инструментов тебе обеспечены. Это факт. Вот из всех этих инструментов, которые я перечислил в данном видео, ты можешь выбрать то, что тебе максимально подходит, то, что тебе ближе всего, либо интереснее всего, и уже остановиться на каком-то конкретном инструменте, продумать, что и как ты будешь с ним делать, и перевести свои деньги в этот инструмент. Для того, чтобы их как минимум сохранить, ну и как максимум, может быть, даже их немного и приумножить. Но сохранение тебе в этих инструментах обеспечено. Вопрос только в том, чтобы тот инструмент, в который ты перевел свои деньги, чтобы он не испортился, не пропал, и, в общем-то, чтобы ты вовремя потом из него вышел, то есть вывел свои деньги из этого инструмента. Потому что у каждого инструмента, будь он низкорисковый, либо высокорисковый, существует точка входа и точка выхода. То есть в определенный момент в каждый из этих инструментов нужно входить, потому что он потенциально растет, а в определенный момент из него нужно выходить, потому что дальше он будет стремительно падать. Вот эти точки входа, точки выхода тебе нужно, опять же, заранее просчитывать. Причем это нужно делать во всех инструментах инвестирования, как в надежных, так и в ненадежных, как в валюте, как в золотых монетах, как в продуктах, как на фонду, то есть все инструменты инвестирования подвержены такому фактору, как сначала они растут, а потом падают, потом опять растут, потом падают. И вот так уж устроен наш мир. И вот эти точки входа, точки выхода тебе нужно заранее просчитывать, продумывать, чтобы заработать, а не потерять свои деньги в этом инструменте. Благодарю вас за просмотр этого видео до конца, и если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, то напишите об этом в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok